Три года прошло с момента назначения Дмитрия Рогозина генеральным директором госкорпорации Роскосмос. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 24 мая 2018 года. За это время госкорпорация побила рекорд по количеству пусков без аварий, уменьшила долги и начала интегрировать разрозненные предприятия в холдинге. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС, комментируя главные результаты работы Дмитрия Рогозина за три года и дальнейшие планы Роскосмоса. Отработана новая схема сверхбыстрых запусков пилотируемых кораблей КМКС. Из 62 запущенных ракет космического назначения 10 вывели на орбиты аппараты в интересах Минобороны России. На космодроме «Восточный» в рамках второй очереди строится стартовый стол под тяжелую ракету-носитель «Ангара», на которой в будущем планируются запуски перспективного пилотируемого корабля «Орел». Первый старт «Ангары» с «Восточного» запланирован на 15 декабря 2023 года. Также в Роскосмосе создается новая ракета-носитель среднего класса «Союз-5» в рамках международного проекта «Байтерек». В перспективе создания ракеты на метановом двигателе. Все подробности в статье на сайте ТАСС. Госкорпорация «Роскосмос» объявила состава экипажа экспедиции на Международную космическую станцию с 2021 по 2023 год. В октябре на МКС отправится актриса и режиссер фильма с рабочим названием «Вызов» совместного проекта «Роскосмоса» и «Первого канала» Клим Шипенко и Юлия Пересильд. Командиром корабля и бортинженером экспедиции МКС-66 станет космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров. Их тренировки уже начались в центре подготовки космонавтов. В декабре к МКС отправятся два космических туриста — японца Юсако Маизаве и Йоза Хирано. Командир экипажа космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин. В 2022 году в экипаж 67-й долгосрочной экспедиции утверждены космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. В экипаж 68-й экспедиции, старт которой запланирован на осень 2022-го, впервые после долгого перерыва войдет женщина, космонавт Роскосмоса Анна Кикина. Она отправится на станцию вместе с космонавтами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным. Во второй половине 2023 года в рамках экспедиции МКС-69 в основной экипаж назначены Олег Кононенко, Николай Чуб и Андрей Федяев. Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и новой партией из 36 космических аппаратов компании «Ванвеб» запланирован на 27 мая в 20.43 по Москве. Это четвертый полностью коммерческий пуск с космодрома «Восточный». На сегодня группировка спутников «Ванвеб» на низкой околоземной орбите насчитывает 182 космических аппарата. Предстоящий запуск должен довести количество спутников до 218. Вывод аппаратов на орбиту займет 3 часа 51 минуту. Низкоорбитальные космические спутники «Ванвеб» предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. Представление об отечественной космонавтике в обществе изменится в ближайшие 2-3 года. Отерсель ожидает инженерные чудеса. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в рамках 9-й международной технологической конференции «Стартап Вилладж». В качестве примера глава госкорпорации привел намечающийся в октябре 2021 года первую за 45 лет отправку отечественной автоматической станции к Луне. В сентябре 2022 ожидается запуск к Марсу совместной с Европой автоматической станции «Экзомарс». В декабре 2023 — первый пуск ракетоносителя «Союз-5» и первый полет нового пилотируемого корабля «Орел». По мнению главы госкорпорации «Роскосмос», наиболее перспективные сейчас стартапы в космические технологии — это мониторинг космического пространства, создание новых материалов, инженерных решений, операторских услуг для использования существующих сервисов. 2 июня 2021 года экипаж российского сегмента МКС «Космонавты Роскосмоса» Олег Новицкий и Пётр Дубров совершат выход в открытый космос для выполнения работ на внешней поверхности станции. Экипаж использует люк малого исследовательского модуля «Поиск». Выход в открытый космос должен начаться в 8 часов 40 минут по московскому времени. Планируемая продолжительность работ — около 7 часов. Основные задачи ВКД-48 — замена сменной панели регулятора расхода жидкости, установка необходимого оборудования для научных космических экспериментов «Тест» и «Выносливость», а также подключение антенн системы «Курс» на переходном отсеке для обеспечения стыковки нового российского модуля «Наука». Создаваемый в Роскосмосе комплекс виртуальной реальности будет применяться для производства техники, удалёнными друг от друга конструкторами. Об этом сообщил информационному агентству ТАСС директор Департамента цифрового развития госкорпорации «Роскосмос» Константин Шадрин. VR-технологии будут применяться и в таких сферах, как робототехника, 3D-моделирование, мультимедиа-контент для популяризации космонавтики. Созданием комплекса виртуальной реальности занимается РК «Цифра» — отраслевой IT-интегратор Роскосмоса. В 2020 году был представлен виртуальный шлем первого поколения «Роскосмос XR-1». В этом году планируется создание комплекса XR-2. Как пояснил Константин Шадрин, это будет полноценный виртуальный шлем, который соответствует всем мировым аналогам, а по некоторым направлениям их превосходит. 24 мая в школе номер 18 города Красногорск прошла встреча представителей Роскосмоса с всероссийским мотоклубом «Ночные волки». На мероприятии также были школьники, которые принимали участие в конкурсе рисунков «Космос наш-60» Юрий Гагарин. Эти рисунки, посвященные первому полету человека в космос, будут доставлены в музей при космодроме «Восточный» в рамках большого мотопробега. Роскосмос подарил музею космонавтики школы макет ракетно-космической техники, в том числе «Синюю птицу» — машину для спасения космонавтов после приземления. Компания «Протон-ПМ» — интегрированной структурой ракетного двигателестроения «Энпоэнергомаш» приступила к разработке двигателя модифицированной версии RD-191М для ракет-носителей семейства «Ангара». Первый экземпляр планируется изготовить и начать испытывать в начале 2023 года. RD-191М — форсированная на 10% модификация RD-191. Двигатель будет устанавливаться для пуска в тяжелой версии ракеты «Ангара» с космодрома «Восточный», в том числе по пилотируемой программе. Исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блашенко в рамках форума «Новое знание» предположил, что будущие орбитальные станции будут строиться по такому же принципу, как транспортно-энергетический модуль «Зевс». Ядерный буксир будет летать на ионных двигателях, а не на химическом топливе. 20 мая 2021 года проведена очередная коррекция высоты орбиты Международной космической станции. Ее цель — формирование баллистических условий перед стартом транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19» и посадкой корабля «Союз МС-18». После проведения маневра средняя высота орбиты станции увеличилась на 350 метров и составила 419 километров 690 метров. При проведении летных испытаний нового российского космического аппарата дистанционного зондирования Земли «Арктика-М» ученые холдинга «Российские космические системы» протестировали аппаратуру спутника для оперативного мониторинга вулканической активности. Использование разнотипных данных ДЗЗ позволяет оптимизировать действия экстренных служб по минимизации возможных последствий извержений вулканов и распространения пепловых шлейфов, а также поднять исследования в области вулканологии на качественно новый уровень. Запуск российского грузового корабля «Прогресс МС-17» к Международной космической станции планируется в ночь на 30 июня. Грузовик запустят ракетой носителем «Союз-2-1А» с космодрома «Байконур». Ожидается, что он причалит к модулю поиск российского сегмента Международной космической станции 2 июля. Специалисты Космического центра «Восточный» приступили к монтажным работам на стартовом комплексе для ракет-носителей семейства «Ангара». С использованием специальной техники проводится транспортировка крупногабаритного технологического оборудования, опорных балок пускового стола, укрепленных балок металлоконструкций под установку баллонов высокого давления. После строительства стартового сооружения специалисты подрядных организаций «Цинки» приступят к монтажу оборудования. Туманность «Орла М-16» снята в Волоколамском районе в Подмосковье. Молодое звездное скопление и красивая миссионная туманность. Возраст М-16 около 2 миллионов лет. Внутри можно увидеть так называемые «столпы творения» — одни из самых молодых звездных яслей. Туманность расположена на расстоянии 6500 световых лет от Земли. Съемка этого объекта чрезвычайно сложна для широты Москвы, так как объект находится очень низко над горизонтом. Медуза и Марс. Туманность Медузы обычно очень слабая, ее трудно обнаружить. Однако автор Джейсон Гуанзель все-таки поймал ее на этом красивом изображении. Космическая Медуза — часть имеющего форму пузыря, остатка сверхновой оси 443, расширяющегося облака газа и пыли, выброшенного при взрыве массивной звезды. Красная планета видна в правой части поля зрения, как яркое желтоватое светило. Туманность Медузы удалена от нас примерно на 5000 световых лет, а расстояние до Марса — всего 18 световых минут. Выйду в поле с конем. Пейзаж в Брестском районе снят 11 мая. На фото видны центральная часть нашей галактики «Млечный путь» и автор снимка — 19-летний Владислав Ничипорук. Присылайте ваши астрофотографии и вопросы о космосе на tvsobaka.tvroskosmos.ru И до встречи в космической среде! Субтитры создавал DimaTorzok